Альбика Ильясова Наш мир – 21 век. Международный форум культурно-экономического сотрудничества объединил друзей России в пятый раз. «Русское зарубежье» более 50 фильмов, посвященных духовному, культурному и научному наследию русского мира, показали в рамках 18-го международного кинофестиваля. А теперь подробнее об этих и других новостях. Накануне президент России Владимир Путин провел заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. Подробнее – далее. По словам президента, поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации языков народов России в числе ключевых приоритетов. Он предложил обсудить, какой должна быть эта поддержка с учетом динамичных изменений и в стране, и в мире, а также что еще необходимо сделать, чтобы сберечь и обеспечить развитие языков народов России. При всем уникальном этнокультурном, религиозном разнообразии нашей страны, именно русский язык во многом определяет нашу духовную и национальную идентичность. Из этого, полагаю, и следует исходить, формируя программы общего образования по таким учебным предметам, как русский язык и язык народа, государственный язык Республики Российской Федерации. Владимир Путин согласился с экспертами, предлагающими создать по этим предметам единые государственные учебники. Президент отметил, что их содержание должно быть сбалансировано и взаимосвязано. Он также предложил учесть особенности восприятия современной молодежи и возможности государственной информационной системы Национальный словарный фонд. Решение о создании этой крайне востребованной базы данных продиктовано необходимостью сформировать официальный источник знаний. О канонических нормах, правилах современного русского литературного языка. Такой общедоступный ресурс, как и словари в целом, нужен и тем, кто связан со словом в своей профессиональной и общественной деятельности. Педагогам, студентам, школьникам и представителям государственной власти. Нашим законодателям на всех уровнях. Также Владимир Путин поднял вопросы, связанные с преподаванием русского языка и литературы на Донбассе и в Новороссии. Предложил уделить особое внимание российским библиотекам, работе с литераторами, деятелями культуры и присвоить имя выдающегося филолога и лингвиста Людмилы Вербицкой стипендии для молодых русистов. Граждан других государств, которые преподают русский язык и литературу за рубежом. В Москве завершил работу пятый международный форум культурно-экономического сотрудничества «Наш мир. 21 век». Масштабное мероприятие объединило друзей России, акцентируя внимание на сближении народов и укреплении общественных и рабочих связей. Подробнее в следующем сюжете. Форум друзей России. Под таким девизом прошел пятый международный форум «Наш мир. 21 век». Уже традиционно в качестве почетных гостей его посетили политические деятели, послы дружественных стран, представители крупного бизнеса и общественные деятели. Специальными гостями масштабного мероприятия стали герои СВО, волонтеры и меценаты. Когда приходишь на такое мероприятие, то, во-первых, сразу же такое чувство праздника в душе. И вот все кажутся братья, сестры, всех хочется обнимать, целовать, потому что здесь единомышленники, те, которые любят свою Родину. Основная цель данного форума – это сплотить людей, сделать площадку для коммуникации, чтобы люди знакомились, обсуждали важные, насущные темы, которые волнуют общество сейчас, сегодня. Это экономика, это социальная сфера, это воспитание. Приветственные слова участникам форума направили из администрации президента и правительства Российской Федерации, а также из Совета Федерации и Государственный Дум. Нам помогает и Совет Федерации, нам помогает и Государственная Дума в лице Комитета по культуре, нам помогает и Московская Городская Дума, и Московская Областная Дума. Это только те организации, которые постоянно нам делегируют своих ярких, выдающихся представителей. Наша главная цель – это волонтерство, меценанство. И мы награждаем юбилейными медалями от Госдумы людей, которые, как говорится, наиболее значимы, наиболее отличившихся. Культурную программу в рамках форума провели артисты театра и кино, народные и заслуженные артисты России. Сегодня самые все службы, все самые стратегически важные службы должны работать на поддержку наших героев, потому что все ребята, которые там находятся за ленточкой, они все герои. Полным ходом идет то, что называется не сепаратизм, а объединение. То есть объединение страны и объединение всех во имя мира, который мы хотим, чтобы наступил как можно скорее. Одним из соорганизаторов мероприятия выступило Общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество», руководителем которого является Екатерина Лещинская. Оно объединяет олимпийских чемпионов и известных общественных деятелей нашей страны. «Здоровое Отечество» – это самое крупное всероссийское общественное движение, которое объединяет десятки тысяч людей. Мы уже присутствуем в 60 регионах России. Под нашими знаменами собираются олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Европы, России. Это неравнодушные люди, которые хотят изменять наш мир посредством физической культуры. И радостно находиться сегодня здесь, потому что здесь собрались настоящие патриоты нашей страны, которые творят добрые дела, поддерживают друг друга, но и вместе созидают, делают нашу страну великой и могучей. В рамках пленарной сессии «Здоровое Отечество» эксперты поднимали вопросы экономики, семейных ценностей, здоровья нации и законотворческой деятельности. Мы лечим не просто кожу, мы лечим рубцы, осложнения после разных операций, после терактов, после взрывов. И, конечно же, мы берем сейчас благодарительный проект ребят с СВО, которые могут обратиться в нашу клинику абсолютно бесплатно на лечение. Сейчас мы отправили 41-ю гуманитарную экспедицию в день открытия форума и отправили ее нашим волонтерам на Кубань, в Темрюкский район. Там у нас привал, где мы кормим от 30 до 500 военнослужащих каждый день, которые проследуют Херсонскую, Заборожскую область. Также даем ночлег, обуваем, одеваем, конечно, лечим, если они имеют какие-то простудные заболевания. Презентации проектов и выступления российских и зарубежных деятелей культуры и искусства чередовались с обсуждениями на актуальные темы. Одной из них стала пленарная сессия «Антиконтрафакт серый импорт» – вызовы для регулирования и пути усиления контроля, как один из драйверов экономического роста России. В связи с тем, что сейчас много поступает военнослужащих, которым требуется реабилитация, то нужно очень тщательно относиться к тем медицинским изделиям и лекарствам, которые применяются для их лечения, для восстановления их здоровья. Поэтому целесообразно присягать попадание контрафактной продукции для лечения воинов СВО. Все сборы пожертвований пойдут на СВО. То, что у нас сегодня очень много пострадавших, очень много нуждающихся людей, детей и так далее, мы все будем перечислять в этот фонд. С зоны СВО с 2022 года вывезли, эвакуировали более 19 тысяч пенсионеров, инвалидов, женщин и детей тоже. Мы занимаемся сбором гуманитарной помощи, всего необходимого, что необходимо точечно каждому подразделению, батальону на территории проведения специальной военной операции. То есть это и гуманитарный груз, и специальное оборудование, там РЭП, антидроновые ружья. То есть все необходимо, что приблизить победу наших ребят, которые осуществляют воинский долг на территории проведения специальной военной операции. Волонтерская группа «Ребята мы с вами» уже практически три года помогает фронту, передаем очень важную технику, в основном это кооптеры, РЭП и связь. Поддерживаем наших ребят, мы не занимаемся обеспечением, мы такая скорая медицинская помощь для наших ребят, чтобы предоставить все своевременно. Как отмечают организаторы форума, в настоящий момент укреплению дружеских и деловых связей широко способствует не только экономика и культура, но и благотворительные гуманитарные программы. Поэтому в центре внимания форума был благотворительный конкурс красоты. Благотворительность – это одно из самых добрых дел, и любовь, и благо спасет этот мир. Мой проект – «Самобытная Русь». Вот сейчас коллекция стоит, это СССР, авангард. Я доношу историю тем нашим юношам и девушкам, которые не застали это. В торжестве красоты и моды приняли участие женщины, помогавшие в различных благотворительных мероприятиях. Среди них – волонтеры, верные жены и заботливые матери. Участницы рассказали, как они помогают детям-сиротам, приютам домашних животных, высаживают деревья и заботятся об экологии. Ведут активную добровольческую, гуманитарную и общественную работу. Поддерживают российских военнослушащих. Первый благотворительный конкурс красоты, где мы отмечаем и награждаем женщин, девушек, которые являются волонтерами, которые, к сожалению, стали вдовами своих героев, которые приехали из других даже республик к нам. В жюри конкурса заняли места специалисты в сфере красоты и моды, общественные деятели, известные артисты и предприниматели. За время своего существования фонд и форум «Наш мир – 21 век» были отмечены международным знаком почета российский благотворитель. «Друзья России» – очень удачное название. Я думаю, что при сотрудничестве России и Китая при поддержании таких хороших дружеских отношений между нашими двумя странами мы можем достичь в том числе и мирового мира. Татьяна Орлова, Илья Ломакин. Специально для программы «Время русского мира». Международный кинофестиваль «Русское зарубежье» прошел в столице России в 18-й раз. Большое кинособытие было доступно и в онлайн-формате, объединив более 50 игровых и неигровых картин, посвященных осмыслению истории России 20 века. Одним из таких фильмов стала документальная кинолента телерадиокомпании «Русский мир» под названием «Неизвестная Цветаева». Документальный фильм «Неизвестная Цветаева» приурочен к 130-летию со дня рождения старейшей писательницы России, выдающегося мастера мемуарного жанра, младшей сестры поэта Марины Цветаевой, Анастасии Ивановны Цветаевой. Сквозь призму ее жизни прослеживается трагичная история страны и драматичные события людей, прошедших по касательной жизни писателя. Ведущим картины стал писатель, переводчик, художественный критик Станислав Айдинян, который 9 лет с 1984 по 1993 год был ее литературным редактором и секретарем. Многие из вас откроют для себя с новой стороны эту историческую личность. Кто-то узнает много интересного, кто-то, может быть, узнает даже себя в этом фильме. Этот фильм про преодоление, этот фильм про большую любовь, этот фильм о каждом из нас, потому что этот фильм в том числе и об истории нашей страны через судьбу одного человека. В рамках кинофестиваля были показаны еще несколько картин, приуроченных к памятным датам. 120-летию начала русско-японской войны, 110-летию начала Первой мировой войны, 100-летию основанию общества русских ветеранов Великой войны в Сан-Франциско, а также юбилеем со дня рождения философа Николая Бердяева, художников Ильи Репина, Алексея Боголюбова, режиссера Всеволодомир Хольда и писателя Владимира Набокова. Годину испытаний негоже быть беспечными. Наша главная миссия – возвращение в русскую культуру имен и событий, которые прежде всего связаны с исчезновением исторической России в 1917 году. В рамках фестиваля были также показаны фильмы отечественных и зарубежных авторов, рассказывающих о специальной военной операции, проводимой Россией на западных границах страны. В этом году детскому музыкальному театру юного актера исполнилось 35 лет. Его главный девиз – дети, актеры, детям, зрителям. И хотя в труппе театра есть взрослые артисты, основная часть коллектива состоит из детей в возрасте от 9 до 16 лет. Все они задействованы в музыкальных спектаклях по любимым произведениям юных зрителей всех возрастов, а также в нескольких постановках для взрослых. На праздничном концерте в честь юбилея театра побывала и наша съемочная группа. Три года назад театр получил в подарок от правительства Москвы здание новой сцены на Чистых прудах, которое во время своего официального визита открыл президент России Владимир Путин. Эта полностью оборудованная театральная площадка позволяет осуществить постановку спектаклей большого формата. Театр состоит из двух частей, даже из трех частей. Есть основная группа, есть студии и есть наши самые маленькие дошколяки. Детский музыкальный театр юного актера был основан в 1989 году композитором и режиссером, заслуженным артистом России Александром Федоровым. Сегодня в репертуаре театра более 30 спектаклей. Первый спектакль – это наш самый первый спектакль в детской, на музыку Мусоргского. Он дал такое, знаете, классическое направление работы нашего театра. Второй спектакль – это, конечно, «Сон о дожде». Это тоже программное произведение, это русский фольклор, это разговор о жизни, судьбе, даже о смерти, о том, что окружает нас, о судьбе страны. И это русский фольклор, это очень важно для воспитания ребенка. Выпускники детского музыкального театра юного актера становятся режиссерами и актерами в театрах Москвы и России, на эстраде и в кино. В их числе Николай Басков, Валерия Ланская, Евгения Малахова, Дмитрий Яндальцев и многие другие. Всегда говорю, что дети – это мои сотрудники, потому что мы вместе трудимся, вот, сотрудничество. И самое главное, наверное, в театре здесь такой девиз – уважай ребенка. Он велик, потому что в нем есть папа и мама, и еще что-то от Бога. У нас очень дружный коллектив, нам очень нравится здесь заниматься, у нас много занятий, актерское мастерство, танец, фор, пластика. Нам все очень нравится, у нас очень замечательные педагоги. Здесь относятся к маленьким детям, как к взрослым людям, как к коллегам. Мне это очень нравится. На сегодняшний день при театре открыты четыре детские театральные студии, и общее количество детей, занимающихся в стенах театра, включая труппу, превышает 600 человек. Это делает детский музыкальный театр юного актера самым крупным государственным театром в России, где главные актеры – дети. Можешь ты, герои, и свет, сдувать за другую – это театр. Евгения Фахурдинова специально для программы «Время русского мира». На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Напоминаем, что мы открыты к сотрудничеству и будем рады вашим материалам. Если в вашей стране-городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, присылайте их по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру Всего доброго и до свидания.